Расширение спектра возможностей – один из основных критериев портала государственных услуг. Также сегодня, зайдя на сайт, можно получить информацию об отсутствии судимости или, что немаловажно, о прекращении уголовного преследования. Какие еще услуги можно получить посредством сайта, мы узнали у представителей районной полиции. Отделяемые внутренних дел России по Ямальскому району предоставляются госуслуги по линии информационного центра, а именно выдача справок об отсутствии либо наличии судимости, а также о прекращении уголовного преследования. Подать заявление можно в многофункциональном центре, расположенном в селе Ярселе по улице Советская, 50, а также через единый портал госуслуг. Выдача справок производится либо по месту обращения, то есть это многофункциональный центр, либо в МВД России по Ямальскому району. Намного легче стало и получение справок по линии ГИБДД. Прийти можно также лично, либо оставить заявку на портале госуслуг. Отделение ГИБДД предоставляет государственные услуги, регистрация и перерегистрация автомототранспортных средств, замена, обмен и первичная выдача водительских удостоверений. Помимо этого на сайте можно писать заявление на проведение добровольной дактилоскопической регистрации, то есть когда у человека снимают отпечатки пальцев. К примеру, произошел несчастный случай и личность установить невозможно. Или же человек пропал без вести. Своеобразную страховку и обеспечивает процедуру дактилоскопической регистрации. Обратиться также можно лично. Мы предоставляем госуслуги как в миграционном пункте, так же могут аналогичные услуги предоставляться МФЦ, либо же можно через единый портал государственных и муниципальных услуг, где можно записаться на представлениях услуг. Мы оказываем такие разновидности, как добровольная дактилоскопическая регистрация граждан, выдающая иностранным гражданам или без гражданства разрешение на временное проживание в Российской Федерации, осуществление полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации. Также оформляем, выдаем и заменяем свидетельства участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, которые проживают за рубежом. По словам сотрудников полиции, наибольший интерес к порталу проявляет молодежь. Незначительные проблемы при регистрации и пользовании возникают у более старшего поколения, а также у жителей, проживающих в тундре.